ой тут какие страсти добрый день дорогие подписчики и гости нашего канала благодарим вас что вы с нами когда мы говорим про сахар мы имеем в виду такие белые сладкие кусочки или крупинки которые есть в каждом магазине в пакетах или в присоманных кубиках однако понятие сахара более широкая сахара это углеводы они первые из всех макронутриентов которые дают нам энергии например в виде сахаров моносахара фруктоза глюкоза дисахара бамбуковый свекольный сахар фруктоза плюс глюкоза это тоже дисахара сложные сахара крахмал гликоген что будем ограничивать для поддержания здоровья следует контролировать потребление именно простых моно и дисахаров уже во рту они начинают быстро всасываться в кровь и усваиваться они мгновенно а мы еще не успели почувствовать сытость поэтому продукты с простыми сахарами очень при очень легко и просто переесть простые углеводы содержится сахар афинат песок понятно где и все товары на полках продуктовых магазинах это тоже его сиропы сухофрукты мед хлеб сладкие напитки норма сахара установлена всемирной организации здравоохранения 25 50 граммов в день но согласно статистике среднем россиянин за сутки употребляет 14 чайных ложек сахара а это от 70 до 98 граммов то есть мы превышаем норму в два раза лишек сахара разрушает ну разъедает как бы так стеночки сосудов вместо язвочек заполняют тромбоциты и на сами язвочки налипают тромбы образуя такие наросты внутри сосудов а за эти наросты цепляются холестериновые тельца образуя наши пресловутые холестериновые бляшки в сосудах что делать чем заменить вот это мы рассмотрим продолжение нашей сегодняшней темы оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал и тогда все будет только хорошо